МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО ТЕЛЕФОННОМ ЯЗЫКЕ 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 Заработав кое-какие деньги в Европе, по возвращении в родное село решил открыть крестьянское хозяйство и заняться собственным делом. Увлекшись разведением коз, Михаил выиграл небольшой молодежный грант, который оказался очень своевременным. Благодаря этим деньгам он сумел расширить свое хозяйство. И на сегодняшний день в его хозяйстве насчитывается около 500 коз. А вот по поводу субсидий Михаил и вспоминать не хочет. Были какие-то запасы своих денежных средств, которые я заработал, будучи в Европе. И молодежный проект, 300 тысяч, да, я выиграл. Свою ферму держим на базе бывшей пиццефермы, которая находится на юго-восточной части села. Там рядом есть водоемы, лес. Ферму мы взяли, переоборудовали. Четверо работаем мы. Вот. Вся семья, в принципе, занята в этом деле. Скажем так, отец у нас ветрач. Я занимаюсь землей, всеми вопросами. Мать у нас реализует эту брызу, то, что мы делаем конечный продукт. Нет, субсидии, конечно, были, но... Я не буду об этом говорить. Не то, что мы думали. Вот. То, что написано там, начали там налогу, я туда-сюда. Да, и... Ну, субсидии мы получили, но не тот размер, который мы рассчитывали. Гостем на собрании овцеводов и козоводов в Камрате был Юрий Гринченко из Украины, менеджер шведской компании «Деловаль», который поделился опытом работы развития овцеводства и козоводства у себя на родине. Он сообщил, что на Украине эта отрасль в последнее время расширяется. Все это формировалось на основе частного предпринимательства и работает без помощи государства. В нашей стране козоводство и отцеводство в этом году очень серьезно пошло вперед. Сейчас три фермы новых мы уже построили. Запуск будет к концу года. Поддержки от государства никакой нет. Очень сложно. Вот. Животные покупают самостоятельно фермеры. Оборудование тоже. Никаких инвестиционных программ нет. Но фермеры поверили в то, что это прибыльно и работают над этим. Сбыт молока – это как раз тот приоритет, который мы уже над ним работаем. Но мы больше идем на сыры. То есть мягкие твердые сыры, рынок проверен. Проблем очень много, потому что после распада Советского Союза, естественно, поголовье спало. Но с маленькой поддержкой, которая есть со стороны государства, возрождается этот сектор. Но в целом животноводство и в частности овцеводство. Овцеводство, я бы хотела вам сказать, что именно здесь у вас в Гагаузе идет стабильность. И есть тенденция в развитии этого сектора. Это очень хорошо, что возрождается ассоциация и объединяются овцеводы и козоводы. Это очень важно, чтобы все были вместе. Для того, чтобы решить проблемы, которые существуют, нужно быть все вместе. Главное, чтобы эта ассоциация работала, была площадка, платформа, где мы будем все обсуждать. И все проблемы, которые будут возникать, их решать. У нас есть очень хороший опыт, есть работы уже за эти последние три месяца, работы с ассоциацией виноделов. Далее мы будем встречаться с ассоциацией сельхозпроизводителей. И поэтому вот эти площадки, эти платформы для нас очень важны. То, чтобы они работали и были представительными. В настоящее время в Гагаузии насчитывается порядка 130 тысяч голов овец и около 17 тысяч коз. Это не совсем точная цифра, так как не все собственники регистрируют наличие своего поголовья. Об этом рассказал заместитель Башкана Вадим Чебан. Также он отметил, что руководство Гагаузии данной отрасли животноводство будет уделять должное внимание, поскольку уже есть определенный проект для реализации, предлагаемый агентством ТИКа. Редактор субтитров А.Семкин